Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Перед вами Л.Е. Король Артур. Очень красивый сорт Елены Лебецкой. Мне нравятся такие звезды, яркие, красные. Очень красочно, красиво смотрится на красивой пестролистной розетке. Все так гармонично. Просто сорт раскрывается и каждое раскрытие цветочка увеличивается. Вот эта шапочка, все так оттеняется яркой пестролистностью белой. Сорт достаточно легкий в уходе. Это сорт, на котором можно учиться выращивать пестролистники, если вы боитесь их выращивать. Поэтому этот сорт можно запросто научиться, потому что он очень хороший, очень легкий в уходе. Быстро растет, хорошо укореняется, замечательно дает деток. В общем, я им очень довольна. Конечно же, условия у нас у всех разные. Было бы интересно узнать ваше мнение по поводу этого сорта, если вы его выращиваете. Пожалуйста, поделитесь с нами своим мнением, комментариями. Я думаю, что не только я, но и многим другим будет интересно почитать и посмотреть ваши отзывы. Конечно же, в моих условиях сорт показал себя супер классно. Я им очень довольна. Буду выращивать его дальше, держать в своей коллекции. Сортом очень довольна, нравится. Цветы долго держатся, цветоносы крепкие. Всегда дает деток легко укореняющиеся листочки. Все при нем, все есть. Ну, красавец из красавца. Это Л.Е. Король Артур. Сорт Л.Е. Коко Шанель. Неизменно цветущая, неизменно пушистая, решастая, очень красивая, замечательная фиалка. Фиалка просто цветет и цветет и цветет. Она непрерывно цветет. Я уже обрывала цветоносы, она все равно выбрасывает, выбрасывает и выбрасывает. И цветет, и цветет, и цветет. Очень такие решастые цветочки, анютки. По краю еще у нас есть зеленца. Цветочка еще бывает зеленца, когда прохладные условия. Она очень обильно всегда цветет. Я не знаю, сорт это новинка 2017 года. Но просто шикарно выглядит, шикарно цветет. Нравится мне этот сорт. Рекомендую. Легко разводится, укореняется, растет на ура. И при этом постоянное шапочное цветение. Много цветов. Розетка компактная. Обильнейшее цветение. Просто непрерывное. Л.Е. Коко Шанель. Красивый, классный сорт. И он обладает необычным шармом. Действительно, как шарм от Коко Шанель. Когда мы говорим Коко Шанель, сразу представляется нечто такое очень интересное. Выразительное и запоминающееся. Этот сорт обладает вот этим. Он, с одной стороны, немножко обыкновенный, стандартный. Но, с другой стороны, он очень необычный и очень нестандартный. Как-то умеет в себе сочетать вот эти два противоположных качества. И это очень, этот сорт, понимаете, как бы его вживую. Но ни с чем нельзя, ни с каким сортом сравнить. Очень красивый, очень классный сорт. Нравится, рекомендуем. Конечно, условия у всех разные. И я бы хотела узнать. И многим, думаю, будет интересно услышать ваше мнение об этом сорте. Пожалуйста, если есть возможность, поделитесь с нами. Будет интересно почитать. Ну, а так, мне в моих условиях Илье Коко Шанель. Прекрасный сорт, классно растет. Перед вами новинка моей коллекции. Илье Белый Пион. Красивые белые звезды. Достаточно крупные. Это мы только начали распускаться. Мы еще будем расти. Компактная, красивая розетка пестролистная. Компактная, красивая, белая пестролистная розетка. Листочки ровные, очень классные. Аккуратненькая, такая вся лапочка. Такая красивая. Еще мы будем зацветать. Молодая розеточка, цветет. Только-только-только. Все впереди у нас, все цветение. Так что сортом довольна. Сорт нравится, хорошо укоренился. Хорошо растет. Илье Белый Пион. Себя зарекомендовал с самой хорошей стороны. Если у вас есть личный опыт по выращиванию такого сорта. Очень интересно послушать, посмотреть, почитать. Не думаю, не только мне, но и другим зрителям канала. Перед вами Илье Вега. Для начала, как всегда, описание селекционера. Илье Вега. Селекционер Елена Лебецкая. Крупные полумахровые и махровые. Черно-вишнево-красные звезды на крепких цветоносах. Темно-зеленая и слегка удлиненная листва. Ровная розетка. Сорт 2015 года. Вот такие красивые, огромные, классные листья. Сейчас я вам покажу ближе немножко. Вот такие листья. Вот такие листья. Огромные, красивые. Такой классный лист вообще. Я люблю вот с фиалочки, с такой листвой, которая вот темная такая. Она как лоснится от своей красоты, от своей темноты и от своей красоты. Сорт имеет крупноватую розетку. Конечно же, вот такие огромные цветы. Посмотрите, это она только-только начала раскрываться, распустилась. Какой размер. Очень классный. Вообще цвет непередаваемо шикарен. Это красота и шик в одном, просто в одном, в одном, в одном месте. Это эта фиалочка. Смотрите, сколько цветоноса. Она еще будет расцветать, будет распускаться. Вот это на вот таком, конечно, не очень красивом виде она начинает распускаться вот так. Немножко такая. Дело в том, что каждая фиалка распускается по-своему. Есть распускается сразу красавица, а есть распускается вот такая, а получается потом вот такая. Понимаете? То есть нужно немножко первые цветы у фиалочки распускаются, и вам вдруг не нравится форма. Нужно немножко набраться терпения и подождать, потому что потом это вот такой диск получается. Волнистый, очень волнистый. Волнистый цветок, он просто как бы вот такими вот изгибами, волнами. И цвет, конечно, аховый. На формах я прочитала отзывы об этом сорте, девочки только хвалят. Хвалят сорт, очень довольны. И на формах есть и коллекционеры со стажем, и девочки, которые занимаются фиалками. Все поют в одну, все поют одну и ту же песню. Сорт очень красивый, всем нравится. У сорта очень крепкие цветоносы, ровная розетка. Это такой вот эталон, образец для того, как должна выглядеть фиалка. Вот это, конечно, полный распуск постараюсь снять, показать вам сейчас только начало. Опять же, покажу вам сколько бутонов. Вся в бутонах, вся собирается зацветать. И хорошим качеством именно этого сорта по отзывам на формах, это то, что цветы не выгорают. Потому что красноцветковые сорта имеют некую особенность, которые с возрастом немножко начинают терять свой окрас. И цветы становятся не такого яркого цвета и не такого насыщенного, становятся более рыжие или сразу жухнут и становятся коричневые. То этот сорт, вот во многих комментариях девочки пишут, что просто держится, цветет и долго цветет. И цвет не выгорает, все остается. И цветоносы крепкие, опять же, розетка ровная. Все в комплексе получается очень красиво, эффектно и богато выглядит. Сорт такой насыщенный. Насыщенно, кроваво-красным цветом. Очень нравится. И мне особенно. Поэтому я пою песни. Сорт легко разводящийся. Растет просто, очень легко укоренялся у меня. Я покупала с листа, лист дал много деток. Это где-то около 4 или 5. Для фиалочки это очень хороший результат. И я вообще сейчас вот из детки снимала, ставила укоренять листики, потому что сохраняла сорт. Легко укореняется, быстро, хорошо растет. Розетка формируется плоская, ровная. Все при ней. В общем-то, сортом очень довольна. Хотелось бы услышать и ваши комментарии по поводу этого сорта. Конечно, он достаточно новый, 2015 года. Но я думаю, что все-таки есть девочки, у которых есть этот сорт. Поэтому отзовитесь. Хриле Вега Елены Лебецкой. С вами Ресси Аланта. Очень красивые цветы. Просто такие махровые, воздушные, нежные и пышные. Достаточно легко размножаются сорт. Сортовые особенности передаются очень хорошо, несмотря на вот эту фантазийность. Достаточно сложный окрас. Сорт, конечно, температура зависим. Повышение температуры у сорта становится такой яркий цвет. Но когда температура снижается, вот у нас есть вот такой цветочек еще, сорт становится более светлым. Но все равно фантазийность сохраняется. Красивый сорт, красивые цветы, пестролесная розетка. Ресс и Аланта в моих условиях показал себя очень хорошо, очень красиво. Я вообще люблю сине-цветковые такие фиолетовые сорта с фантазийностью. Розетка достаточно компактная. Сортом довольно. На данном этапе немножко розетку я ободрала, потому что ставила укоренять. Но мы как раз и зацвели. Поэтому я вам показываю только вот эти красивые, очень шикарные цветы. Во-первых, и конечно же в каждых условиях розетки будут разные. Цветы немножко будут отличаться и по интенсивности цветения, и по яркости окраса. И розетка может быть больше, может быть меньше. Поэтому очень хотелось бы услышать ваши отзывы об этом сорте. Но в моих условиях, конечно, сорт показал себя с очень хорошей стороны. Очень хорошо зацвел, красиво, замечательно. Сортом довольно. Спасибо за просмотр. Сорт RS Гармония. Этот отличается гладкими листьями. У него достаточно редко встречающаяся форма листа. Именно гладколистная. У него практически нету ворстинок на этом листочке. Также имеет очень красивые, воздушные, пушистые такие цветы. Цветы достаточно нежные. Очень тяжело переносит любую перестановку. Чуть что сразу мы вянем. Поэтому я быстренько снимаю вам, показываю и обратно на окно. Значит, особенность сорта еще такая, что он имеет в своем рационе три цвета. Это белый, розовый, так, розовый. А также вот на розовом, если сильно присмотреться, присутствуют сиреневые, такие синие, оттенок такой сиренево-синий. Если сильно присмотреться, видно здесь сиреневые такие еще разводики небольшие. Они встречаются по краю лепесточков, иногда в центре самого цветка. Ну, конечно, очень сложно передать на камеру, где он вот поймает сама камера, вот это все освещение. Очень красиво. И когда вот смотришь, такое ощущение, что цветок сам по себе очень сильно переливается. Настолько красивый, классный цвет. Конечно, сорт достаточно редко встречается, к сожалению, в коллекциях. Но если вы найдете у кого-то такое глубокое ретро, как Рес Гармония, уберите, не пожалеете, потому что цветы очень крупные. Это вот в начале распуска еще у нас много бутонов. Цветат. Цветоносцы держатся. Немножко у меня стояло дальше от окна, на краю подоконника и повытягивались цветоносцы. Сделать яркое, хорошее освещение, да, цветоносцы будут держать вот такой объемный большой цветок. И цветов очень много. Она всегда сойдет шапкой, отзывчивая на уход. Сорт мне нравится. Рес Гармония. Если у вас есть свой опыт по выращиванию этой фиалочки, прошу вас поделиться. Сорт ЕК Малахитовая орхидея. Очень красивый, очень яркий. Очень красиво, гармонично выглядит. Сочетается вот эта зеленушка с такой вот зеленой, яркой, заостренной зубчатой листвой. И все так вот у него при нем. И когда среди других, вот всегда на него обращаешь внимание. Потому что такое пятно яркое. Особенно, когда фиалок много. И когда вот это вот зацветает. Это чудо чудесное. Очень красивый сорт. Мне понравился. Зеленушечки, края. Я, конечно, не могу сказать, что он у меня распускался в достаточно теплых условиях. Условия, в принципе, прохладноватые. Где-то в районе 20 градусов. Но пока очень широкой каймы не было, как обещала автор. Не знаю, не пробовала. Можно попробовать поставить. Но я немножко боюсь создавать 18 градусов для фиалок. Потому что можно пропустить грибковые заболевания. Поэтому не рискую. Конечно, очень красивый и яркий. На форумах девочки очень хвалят. На форумах отзывы о сорте очень положительные. И действительно, сорт, который вы видите сейчас перед собой, обладает цветом, которым очень сложно передать окрас. Именно уловить вот этот оттенок этого цвета. И многие девочки пишут, что да, действительно, вот так вот не получается. У нас сфотографировать его как полагается, как хочется. Сорт Юка Малахитовая орхидея. Как я уже сказала, это первое цветение розетки после омоложения. Первый цветочек. Впереди бурное пышное цветение. Я вам обязательно его покажу. Хотелось бы услышать ваши отзывы по поводу этого сорта. Потому что в моих условиях сорт мне очень понравился. Очень красивый, яркий и насыщенный. Если у вас есть какие-либо комментарии по поводу увиденного, по поводу того... И, конечно же, если вы являетесь обладателем этого сорта, я думаю, что многим будет интересно почитать и разузнать побольше об этом сорте. Ека Малахитовая орхидея. В моих условиях сорт показал себя очень хорошо. Зарекомендовал со всех сторон себя только положительно. Хорошо укоренялся, хорошо мне подавал деточек. Нравится мне сорт. Буду выращивать, продолжать растить и радоваться такой красоты. Ека Весенняя акварель. Селекционер Елена Коршунова. Крупные махровые нежно-розовые цветы с малиново-пурпурной каймой и золотисто-салатовой бахромкой на кончиках лепестков. Выставочная изумрудная розетка. Сорт 2005 года. Этот сорт я покупала у коллекционера фиалок, которая еще в далеких 90-х, начало 2000-х, участвовала в выставках фиалок. И у нее достаточно большая обширная коллекция именно сортов ретро. Потому что, ну, 2005 год, это, можно сказать, уже ретро-сорт. Ну, по моим понятиям. Потому что, как бы, ну, это уже достаточно долгий срок для сорта. И то, что он сохранился в коллекции и сохранил свои сортовые особенности, свою окраску, говорит о многом. И, в принципе, если вы хоть раз выращивали сорта Елены Коршуновой, у них немножко есть такой недостаток. Они такие лошадистые. Они побольше размеров. Как бы, нельзя сказать, что это плохо, нельзя сказать, что это хорошо. На вкус и цвет, это понятное дело. То есть, кому нравится, тот выращивает. Кому не нравится, отбраковывает. Но, все-таки, вот именно этот сорт, весенний акварель, обладает очень хорошей и ровненькой розеточкой. Несмотря на то, что он сейчас вот у меня растет и живет на стеллаже. И, несмотря на то, что он растет на стеллаже, у него вот такая вот, вот его розетка, вот его цветочки и какое количество у нас цветов. То есть, это начальное цветение. И для сорта ЕК стеллажное освещение и при этом такая ровная розетка. Ну, скажем так, это о многом говорит. И говорит о качестве самого сорта. И о том, что сорт крупные, имеет цветы. И достаточно крепкие цветоносы. Несмотря на то, что, опять повторюсь, это стеллажное освещение. Есть сорта, которые абсолютно не хотят расти на стеллажах. Они вытягиваются, деформируются, выкручиваются. Вот не то им. А этот сорт, пожалуйста, растет, цветет. Набрал кучу бутонов. Для домашнего, обыкновенного выращивания такое количество цветов. И, да, вот на достаточно молодой розетке вы видели, что листвы не так уже и много. Она в себе хорошо, замечательно зацветает и цветет. Конечно, в дальнейшем я постараюсь вам показать полный распуск этой розетки. Но, так как сейчас зима, и я стараюсь их не сильно много поливать, во избежание всяких заболеваний грибковых, я иногда немножко пересушиваю, и не все фиалочки у меня зацветают в полную силу. Ну, надеюсь, что этот сорт у меня получится. Я буду за ним следить, постараюсь, чтобы я его не пересушила. В общем, века весенний акварель ожидает своего звездного часа. Конечно же, если у вас есть свой отзыв об этом сорте, хотелось бы услышать ваше мнение, потому что условия у нас разные, и разное содержание. У кого стеллажное, у кого на подоконнике, у кого на фитильном поливе, у кого в поддон. То есть, это вот очень много играет для самого качества растения и для самих фиалочек. Они по-разному у нас у всех с вами развиваются. Еще хочу отметить, что в описании есть зеленая каемочка. Вот она вот здесь у меня показалась. Есть немножко, но не так обильно, как я бы хотела. Но я на данном этапе ей прощаю, потому что мне нравятся такие цветы. Я люблю вот такой вот красивый краб по краю, широкую кайму. И она вот такая вот стабильно широкая и на одном и на другом цветоносе сохраняется. И зеленца такие, да, присутствуют. Хотя зеленца есть по сорту. То, может, нужно немножко побольше света и освещение поменять на естественное. И тогда у нас будет вот такая зеленца по всему цветочку. Очень хочу увидеть побольше зеленцы у этого сорта. Но сейчас пока что будем расти на стеллаже. Вот такая красивая и замечательная ЕК весенний акварель. Это ранние сорта коршуновой елены. Это сорта, которые начинали путь для наших селекционеров. И, скажем так, дали жизнь новым и другим сортам. Потому что, если вы посмотрите на старые сорта, это так, отступление от темы, если вы посмотрите на старые сорта, в новых сортах можно узнать и угадать, что листья похожи. Значит, это была мамочка, на которую запыляли. И особенно вот селекционеры, они стараются держать свои материнские растения, на которых они опыляют. И чтобы, скажем так, узнаваемость была листьев, узнаваемость розеток. И это, так сказать, такая ветка, когда вы можете по розетке, по листьям узнать селекционера, даже не зная названия фиалки. Допустим, я увидела одну фиалочку, и я по листьям узнала, что это селекция Елены Лебецкой, потому что там один к одному ее листва. Ну, как оказалось, да, вот уже глаз немножко натрудился, уже узнаю, даже без названия могу сказать, что чей-где селекционер. Ну, конечно же, не всех. Так что, в принципе, этот сорт мне понравился, очень интересный, красивый, хотя с крапом, скажем так, таким сейчас уже достаточно много фиалок, есть еще и с белым здесь по краю оттеняющим, но это начало, это самое начало этих всех сортов, это корни, истоки наших красивых сегодняшних, да, сегодняшних сортов, потому что сейчас 2018 год, и этот такой путь проделал сорт с 2005-го. Представляете, сколько лет он рос, развивался в коллекциях и оставался. Если вы посмотрите на форумах, девочки и сейчас выкладывают фотографии этого сорта, и сейчас пишут отзывы об этом сорте, и это говорит о том, что сорт подтвердил свои сортовые качества, особенности, и через года проверился и остается в коллекции. Сорт ЕК весенний акварель. ЕК морской волк. Пока я туда-сюда переставляла розетку, к сожалению, цветонос обломался, и я уже решила вам показать без розетки, просто вот такой вот цветок. Очень огромные цветы. Махровые, недостаточно густые, серединка вот видно, да. Очень красивый сорт. Я считаю этот сорт самым красивым, самым крупным среди вот таких вот махровых, хустых и синих цветов, голубовато-синих. Цвет просто поражает. Он такой глубокий, красивый цвет, голубой, практически голубой. ЕК морской волк. Радует, порадовал у меня. Очень много в этом году фиалок, вот таких новых зацвелов. Но этот, конечно, просто поразил. Если вы любитель крупных цветов, если вы любите махровые такие, с огромным количеством цветов, с большими размерами цветов, да и вообще любой любитель фиалок, если вы увидите у кого-то в коллекции ЕК морской волк, выберите. Я думаю, что не пожалеете. Конечно, условия у всех у нас разные. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого сорта. Что вы скажете, как он у вас растет. Я думаю, это будет многим интересно узнать, потому что сорт у меня растет просто замечательно. Я никаких за ним не заметила таких сложностей или особенностей в уходе. Поэтому сортом очень довольна. Я рекомендую. Жду ваши комментарии, ваши отзывы. Я думаю, многим будет интересно почитать, увидеть ваши отзывы и ваше мнение по поводу этого сорта. В сегодняшнем видео хочу вам показать фиалку ЕК рябиновый костер. Очень красивые, яркие цветы. Красочно смотрятся. Пышные, махровые звезды. Густо набитые. Практически похожи на звезды. Такие вот розы. Очень похожи формы. Конечно, цветы не держатся цветоносами. Они ложатся цветоносами. Но от этого сорт абсолютно не портится. Конечно, если вы любите, чтобы цветоносы стояли, этот сорт не для вас. Очень выгодно смотрится среди других сортов своим окрасом цветов вот такой яркостью. Очень красивый, яркий, замечательный, легко разводящийся и неприхотливый сорт. Перед вами ЕК Бой Быков Голд. Для начала, как всегда, описание сорта. ЕК Бой Быков Голд. Селекционер Елена Коршунова. Нише 8 см. Полумахровые, темно-кроваво-красные звезды. Красивейший выставочный пестролистник. Центр розетки полностью белолимонный. Огромные красные цветы на лимонной листве. Это описание селекционера. Соглашусь с автором. Цветы действительно очень крупные, очень красивые. Листва шикарные. Это кроновая такая пестролистность. Немножко у меня позеленел, потому что я его подудобрила. Чуть больше дала удобрения. Хочу, чтобы он немножко позеленел, потому что нужны детки, нужны листики. В моих условиях сорт немножко удивил самой розеткой. Потому что розетка в моих условиях получилась слегка рыхловато. Такая не сильно заполненная. Вот у меня есть бой быков, который обыкновенный, не голд. У него такая же розетка где-то приблизительно. Стоит у меня на естественном освещении, с подсветкой. Сразу после включения подсветки, зимой он у меня выбросил цветоносы и начал зацветать. Сразу зацвел, сразу показал, какой вот цвет. Очень красивый. Это только начало цветения. Я буду удалять цветоносы, потому что розетка еще молодая. Будем давать отдохнуть. Сейчас решила показать вам, запечатлеть. И, конечно же, в дальнейшем, в течение буквально нескольких минут, это все буду обрывать и давать ему нарастить листву. Вот внизу листья начинают зеленеть. Конечно, на листьях очень красивые, очень красивого такого цвета, очень красивой формы, гладенькие, еще с желтеньким. Он у меня был очень белый в середине, поэтому еще раз повторюсь, что я ему удобрила. И получилось так, что он начал зеленеть. Потому что кроновая пистолизность, она обладает определенной такой вот неустойчивостью. Если чуть больше удобрений или жарка, у него вот эта вот пистолизность, это теряется. Но все детки, которые идут с листа, с листьев, которые я поставила, коренятости, желтенькие, все при них, все красивенько. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого сорта, потому что сорт такой экзотичный, интересный, красивый. И как он у вас растет. Потому что, я думаю, многие начинающие любители фиалок будут его бояться, потому что такие листья необычные. Но мне кажется, в моих условиях, и то, что я читала, как девочки, характеризуют этот сорт, что он, да, красивый, да, он имеет красивые, огромные цветы, но не очень обильное у него цветение. Хотя для крупноцветковых сортов сильно многое не надо. Вот. И еще такая особенность. Все говорят, что он очень легко размножается, с чем я согласна. И в моих условиях сорт просто растет себе. Даже как-то и не замечаю, что вот он вот такой. Вот такой вот он, красавец, с такими листочками. По сорту я в своих условиях довольна. Нравится мне этот сорт. И с отзывами об этом сорте положительными я соглашусь и подтверждаю, что он легко размножается. Очень красивый. Бой быков голд. Красивый, необычный, очень завлекающий и привлекающий внимание сорт, который заслуживает место в моей коллекции. Можно сказать, одно из самых почетных, потому что я его уже записала в свои любимчики. И очень им дорожу. Классно. ЕК Бой быков голд. Перед вами Бой туман. Огромное количество цветов, огромное количество пушистости. Очень красивый, очень такой вот весь цвет. Вот он весь, весь цветок. В этом Гой туман меня порадовал. Огромное количество цветов. Очень красивые цветы. Красиво смотрятся. Видите ли, вот таких вот пушистых цветов, воздушных. Очень рекомендуют этот сорт. Сорт просто красиво зацветает. Очень долго цветет. Очень много цветов. И при этом еще мы вот такие вот долго держимся, долго цветем. Очень красивый сорт. Если у вас есть опыт выращивания этого сорта, очень прошу вас поделиться с нами. Думаю, очень многим будет интересно послушать, почитать ваши комментарии, что вы скажете на условиях в моих домашних условиях. Сорт очень хорошо себя зарекомендовал. Классно зацвел. Просто шикарно. И мне понравилось то, что на одном цветоносе 8 и то и больше цветочков. Будем мы еще распускаться. Еще много бутончиков у нас есть. Вот сейчас уже только распускаются цветочки. Здесь уже вот, да, вот отцветает. Ну вот еще бутончик у нас идет. Цветение у нас еще впереди. Еще будем меня радовать. Сорт красивый. Яка Голубой Туман. Перед вами Миллениум. Для начала, как всегда, описание сорта. Миллениум 2000. Селекционер Щербаков. Кустовой пестролистный стандартный трейлер. Название получил за обильное цветение и в честь наступления нового тысячелетия. Кронотная полумахровая, двухтоновая, тепло-розовая до красного анютка. Центр цветка более темный. Край белый бахромчатый. Зеленая листва с кремово-белой кроновой пестролистностью. И вот сейчас давайте я вам его ближе покажу. Первое, что я могу сказать, когда я заказывала этот сорт, я вообще-то даже не спонтрела, что это трейлер. И я перед этой розеткой очень сильно виновата, потому что я решила, что я ее неправильно выращиваю. И, скажем так, я ее заглубляла, берега реняла, я с ним сражалась. Ну, ну, чего ж ты так вот вытягиваешься. А когда я подготавливала видео, и я очень благодарна вот именно тому, что я сейчас у меня открылись глаза, я поняла, что я же... Что я делала? Что я делала? Я просто не давала трейлеру расти как трейлер. Потому что она должна виться, она должна вытягиваться. Это у нее задача такая трейлера куститься, вытягиваться и сползать. Вот, поэтому это такой нюанс, который всегда нужно учитывать, когда вы выращиваете фиалки, особенно трейлеры или другие сорта, чтобы понимать, что вы выращиваете. Потому что если вы неправильно их выращиваете, они не захотят вам расти и цвести. Вот. Это вот трейлер, но он все равно на меня не обиделся и зацвел. И для трейлера очень крупные цветы. Во-первых, 2000 год. Это уже... Представляете, сколько лет уже этому сорту. Посмотрите на эти анютки. Какие они красивые. Он очень долго цвел. У него уже цветет второй месяц, если не третий. И я не записываю цветение из фиалок. Вот она цветет. Я вижу, что цветет. И цветет, и цветет. Я поливаю, она цветет. Вот вроде и немного. Вот она, такая анютка. Видите, какая вот она? С беленьким. Ушки немножко потемнее. Такое просветление. Вот как и говорят, да. Вот просветление. Все по сорту. Вот здесь вот махровенькие. Ну, это уже цветонос отцветает. Вот она цветает. Немножко как-то у меня не та передача цвета, не та передача тепла. Он более розовый в моих условиях получился. Красивый. И кроновая пестролистность, вот она видно, какой центр немножко желтоватый. Тоже, когда вы выращиваете фиалочки, если вдруг увидели немножко желтые листья, как правило, все пугаются. Думают, что ж такое с фиалкой. А это просто ее особенность. Это особенность сорта. Такая вот кроновая пестролистность. Она должна быть более желтенькая в середине. И листочки. Все как полагается. Красивый сорт. Миллениум Щербаков. Этот трейлер стандартный. Она удлиняется и растет. Но, увы, я ее заглубила, как я уже сказала в начале видео, по незнанию того, что этот сорт трейлерный. Ну, вот такая растяпа. Ну, что поделаешь. Понимаете, в чем дело? Что я вот... Я, конечно, понимаю, что надо вот, как многие скажут, ну, за чушь не почитала. Но иногда, даже когда я читаешь, не все запоминаешь. Поэтому прочитала, что красивый, прочитала, что нравится. Посмотрела на форумах. Девочки хорошо отзываются. Довольны сортом. Ну, думаю, пускай будет. Значит, дают, надо брать. Это если человек с 2000 года содержит этот сорт у себя в коллекции. А девочка, которая мне его продавала, у нее очень большая ретро коллекция фиалок. И она вот все сорта сохраняет. И вот большая коллекция фиалок именно из ретро сортов. И я думаю, ну, раз человек держит, значит, он не зря его держит этот сорт. Ну, действительно, красивый, классный. Миллениум. Очень довольна. Мне нравится, несмотря, что это трейлер. И, как вы уже видите, для трейлера, конечно, это очень большие цветы. Трейлеры обычно обладают не такими крупными цветами. Ну, это особенность трейлеров. И он бы точно у меня бы сполз уже давно. Ну, что ж поделать. Надо знать, и будем знать, что Миллениум Щербакова это трейлерный сорт фиалки. Словия у нас у всех разные, поэтому приглашаю поделиться в париях вашими отзывами об этом трейлере. Я думаю, что очень многим будет интересно почитать, что вы думаете, как он растет, как он развивается. В условиях очень понравился. Миллениум. Еще пишут 2000 просто. Красивый сорт. Нравится. Будем выращивать как трейлер. Зацветет шапкой. Покажемся. Расскажу еще раз вам об этом замечательном сорте. Перед вами Reflection of Spring. Очень красивые. Такие качанчики капусты. Получается. Немножко синевой в середине, когда уже распускается. Получается синева. В этом цветочке. Очень красивые цветы. Цветы достаточно долго держатся. Достаточно долго. Это вот этому цветению уже больше трех месяцев. Уже немножко поотцветала она у меня. Но это постоянный цветун. Так сказать. Потому что фиалка цветет, цветет, цветет. Она цветет не переставая. И это цветение длится уже восемь месяцев. Это уже новые бутоны пошли. Новые цветоносы пооткрывались. Новые цветы, которые... Начало цветения было восемь месяцев назад. Это уже те цветочки отцвели. А это не переставая. Вы распустились вот следующие. И все лето. И постоянно мы цветем. И нам все хорошо. И там еще дальше у нас будут цветочки. Совсем маленькие заложены у нас бутончики. Видно, что будут эти цветоносики. Так что сорт не прекращает свое цветение. Я читала на форумах. Интересовалась. Да, действительно. Обладает такой особенностью. Не переставая цвести. Так что сорт просто удивляет, радует. И продолжает радовать. И сорт понравился. Компактная розетка. Небольшая. Абсолютно небольшая. Я бы сказала, это сорт полумини посаженный в большой горшок. Так что стандартом здесь и не пахнет. Так что это, скорее всего, малый стандарт. И мне нравится вообще просто. Он такой вот этой вот своей зеленцой, своим таким вот видом. Очень-очень радует. И просто нравится. Сортом довольна вообще на все 150-200-300 тысячи процентов. Ну и, конечно же, условия у нас разные. И хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого сорта. Как он у вас себя ведет, как он выращивается. Потому что в моих условиях сорт показал себя с самой лучшей точки зрения. Растет очень хорошо. Растет просто без каких-либо вопросов. Быстро укореняется, зацветает. Компактная розетка, крепкие цветоносы, шапочка цветов. Ну, в общем, что еще надо, да, от фиалки. Все плюсы фиалочного цветения, требования к фиалке. Вот этот сорт, олицетворение всего, что хотят селекционеры от сорта. Потому что он просто цветет, растет. Молодец. Сортом довольна. Нравится. Буду выращивать дальше. Перед вами фиалка Alamo Strange. Это ретро-сорт, который первый из зеленоцветковых. Который имеет розовенькую серединку. Розовенькие лепесточки. Анютка махровая с тонкими лепестками. Густая, красивая. Долго цветет та фиалочка. Потому что немножко зеленца у нее есть. Цветок не очень крупный, как вы сами видите. Но цветов достаточно много. И фиалочка при этом просто имеет компактную розетку. Цветоносы стоячие. Все при ней. Шапочное цветение у нас намечается. Так что сортом довольна. Сорт нравится. Очень неприхотливый к любым условиям. Хорошо размножается. Быстро растет. Хорошо зацветает. Если у вас есть опыт выращивания этого сорта. Большая просьба у вас отписаться. Поделиться с нами. Думаю, многим будет интересно. Потому что условия у всех разные. И было бы очень интересно узнать, как же растет эта фиалка. И этот сорт в других условиях. Перед вами сорт Arctic Frost. Очень крупные, очень большие звезды с небольшими синими разводами по краям лепестков. Синева добавляется или уменьшается по мере расцветления цветка. А также зависит от температуры и от яркости освещения. Чем ярче освещение, тем цветок более сильный. И теплее в помещении, тем цветок будет больше синим. Зимой он у вас может засвести просто белого цвета. Как, к примеру, вот этот представитель. С этой розеточки. Потому что сейчас уже стала меньше температура у нас. И на улице, и в помещении. И потому что сейчас немножко уже не то освещение. Уйдет к осени. Поэтому, вернее, идет уже к зиме. Поэтому немножко мы становимся более светлыми. А так, сорт очень красивый, нарядный, яркий. В том плане, что вот эти белые огромные цветы, вот такой огромной шапочкой. Тут даже и не надо много. Достаточно двух-трех цветов. И просто очень красиво будет смотреться и выделяться на вашем окне. Сорт красивый, классный. Конечно же, как всегда, прошу владельцев этого сорта, отзовитесь. Очень будет интересно послушать ваши комментарии, почитать не только мне, но и другим зрителям канала. Конечно же, очень интересно, как же у вас растет этот сорт. Как отличается окраска, что вы заметили, за ним какие особенности. Потому что в моих условиях сорт показал себя очень хорошо. С самой лучшей точки зрения, с самой лучшей стороны. Сортом довольна. Сорт Arctic Frost. Классный, красивый сорт. Перед вами Arcturus. Очень красивые красные звезды. Просто здесь горит. С такой вот белой каемкой. Очень красиво цветет. Очень красиво расцветает. Всегда шапочка. Цветоносцы крепкие. Розетка компактная. Это, можно сказать, один из самых красных сортов, которые я видела в фиалочках. Это один из самых красных. Все фиалки, ну, чтобы вы знали, нету фиалок такого цвета красных, как мак. Да, вот алых-алых. И вот красные фиалки, это, как правило, не ближе к бортовому или ближе к малиновому цвету. Но вот этот самый красный из всех красных, которые я видела, которые зацветали у меня в коллекции. Очень красивые звезды. Вот такие вот, с белой каймой. Нравится этот сорт. Очень им довольна. Во-первых, неприхотливых. Компактная розетка. Я ее немножко сломала, пока вытаскивала. Ну, видно, какой размер. Всегда вот толпа цветов. Всегда мы светем. И окраски у этого сорта зависит от освещения и температуры. Чем ярче освещение, тем он будет более насыщенный, более бордовый. А если вы ему дадите немножко приглушенный свет, когда он распускаться начинает, тогда он будет более красным. Распуск и цвет фиалки, это именно от времени года. Допустим, летом он будет у вас более бордовый, к осени и весной будет более такой красный. Так что тут тоже вот такой вот у него есть такой нюанс. Но, конечно же, в моих условиях с сортом я довольна. И хотелось бы узнать, как он у вас себя ведет. Потому что у меня ведет очень хорошо. Нравится. Растет. Очень легко размножается. Красивые ровные листья. Аккуратная розетка. Все достоинства фиалочки. Цветоносики крепенькие. Куча цветов. Все при нем. Все. Все при нем. Довольно сортом. Сорт Арктурус. Красивый, яркий, нарядный. Сами видите, какой он из себя красавец. Перед вами красавец-раскрасавец. Очень красивые анютки такие классные. Которые имеют белую каемочку. Такую немножко решастую по краю. Этот сорт называется Firehouse. Еще вот один цветонос у меня получился вот такой вот. Весь красный. А рядом мы решили повыпендриваться немножко. И получился такой вот. Немножко вот забрызгано с беленьким. Так что этот сорт не красный в белую полоску, а белый с красными наплывами. Потому что вот это все, вот оно превращается, вот может быть вот такие вот пятна. Пятна, пятна, пятна. Сорт вот сейчас красивее. Здесь лучше видно. Это, конечно, красивые красные анютки. Понимаете, вот он еще зацептал на стеллаже. И очень яркие получились они. Потому что на стеллаже, как правило, вот такие вот красные сорта, они получаются немножко бледнее. Ну а здесь, ну просто, вот он такой вот. Такая красота. Вот такая вот вся интересная. Здесь у нас расплылась немножко белая кайма. Такие ушки получились более выразительные. Ну а здесь мы просто вот такие махровые, полумахровые анюточки простые. Классный сорт. Нравится. Красивая такая зеленая листва. Хорошенькая. Все при этом сорте. В первом светине сразу куча цветоносов. Сразу шапочка. Цветоносики держатся. Еще раз повторюсь. Сорта цвета на стеллаже. У меня немножко на стеллаже. А есть определенный недосвет. Поэтому немножко вытягиваются цветоносы. Но и с сортом я довольна. Вообще классный сорт. Сорт Firehouse. Очень красивый, нарядный, такой веселый сорт. Класс. Нравится. Конечно же условия у нас у всех разные. Хотелось бы услышать и ваше мнение по этому сорту. Очень мне понравился. В моих условиях сорт понравился. Он очень такой отзывчивый на уход. Быстро растет. Хорошо зацвел. Буду выращивать его дальше. Красивый такой вот. Очень интересный сортик. Хорошо растет. Нравится. Перед вами сорт Golden Autumn. В переводе означает золотая осень. Это желтоцветковый сорт фиалки. Один из первых, который имел желтую окраску. Очень необычные. С звездами цветы. Которые имеют такую вот характерную для этого сорта выемчатость. Да. Вот так выгибаются лепестки. Сорт имеет красивую желтую серединку. Действительно желтую. Хотя для фиалок желтый цвет очень редко встречающийся как таковой. Так что сорт необычный. Очень красивый. И по окраске, и по цветам. Розетка средних размеров. Растет без каких-либо вопросов. Хорошо укореняется. Быстро зацветает. Сортом довольна. Нравится, рекомендуем. Перед вами Элье Петельгейзе. Очень крупные, очень большие звезды. Махровые, полумахровые. Конечно, сейчас расцвел первый цветок. Он не махровый. Но очень большие звезды. Глубокого бордового цвета. Красивого, насыщенного, богатого цвета. Такого бордового. Ярко, красиво выглядит. Сорт рано зацветает. Быстро растет. Красиво смотрится. Неприхотливый. Уже у меня пошел второй цветочек. Мы распускаемся. Скоро будет больше. Молодая розеточка. Начинает цвести. Если у вас есть опыт выращивания этой розетки и такого сорта, пожалуйста, напишите. Будет интересно почитать. Я думаю, не только мне, но и другим. В этом видео я хочу вам показать сорт Масс Мелоди Герл. Очень красивые листья у этого сорта. Кто не знает, это Герл листва. Такая необычная форма. Пестролистная. Вот здесь вот видно беленькая. Красивый сорт с очень красивыми цветами. С белой каемочкой, махровые звезды. Еще по краю идет вот такая вот краб. Очень сложно передать на видео всю красоту и бархатистость этого цветочка. На фоне таких листочков очень красивых. Просто великолепно смотрится. Поражает своей красотой, необычностью. И при этом при всем сорт относится к полу мини. Он расти большой не будет. Будет очень компактный, красивый. И будет занимать мало мест на вашем подоконнике. Перед вами сорт Масс Ваттермеллон. Очень красивые, яркие звезды на пестролистной розеточке. Звездочки такого кораллового. Ближе даже вот сложно описать этот цвет. Красивый. Цветоносики стоят, держатся очень хорошо. Классно. Выглядит нарядно вместе с розеткой. Сейчас у нас вечер. Мы немножко подняли ручки вверх. А так розеточка ложится ровненько, красивенько. Сорт достаточно старый. Но сохранился в коллекции. Я ему за это очень благодарна. За то, что он очень хорошо растет. Вот так вот всегда радует цветением своим таким интересным. Пестролистности такой красивой белой. Листички ровненькие такие. И звездочки яркие над этим всем. Фиалочка очень украшает подоконник своим присутствием. Спасибо ей, что она так зацвела. Если у вас есть отзывы об этом сорте, было бы интересно почитать. Сортом я довольна. Сорт нравится. Сорт Sun Kissed Rose. Очень интересный сорт для любителей желтоцветковых сортов. Классные, красивые звезды. Конечно, сорт мелковатой цветочки. И если он у вас в первый раз зацветает, я думаю, что вы все-таки разочаруетесь. Но во втором цветении, вот как сейчас у меня, сорт раскроется и покажется весь свой потенциал. Может даже и не весь, потому что красивее всего он еще смотрится в третьем, четвертом цветении. Потому что с фиалочки, с возрастом наши становятся красивее и ярче. И этот сорт этому доказательству. Очень красивые цветы, их очень много. И необычность расцветки, окраски, она всегда поражает. Потому что каждый раз он зацветает по-новому. Вот этот раз он зацветал у меня более такой вот, больше бордового в нем присутствует. И даже вот краю стал прям заплывать немножко бордовым. Хотя в первом цветении это был один несчастный цветочек, такого какого-то непонятного цвета, непонятной формы. И я сначала разочаровалась полностью. Думаю, ну ладно, вызвать цветет второй раз. И в принципе я не пожалела, что сорт остался в коллекции, потому что красота очень, очень красивый. Очень красивый сорт, я рекомендую. Даже если он у вас в первый раз зацвел не так, как вам надо, не так, как вы хотели. Если он вам в первом цветении не понравился, Санки Садроу себя оправдает во втором цветении. Это гарантия стопроцентная, потому что очень классный, красивый, необычный. Это классика желтоцветковых сортов. Это один из самых первых, самых ранних, самых красивых цветов, именно желтоцветковых. Растет очень хорошо. Я не заметила за ним никаких таких капризностей или, допустим, то, что он плохо размножается, долго растет. Достаточно быстро в моих условиях этот сорт расцвел. Как я посмотрела, очень быстро растущий. И для желтоцветковых это просто супер темпы роста. Сорт нравится, сорт красивый, сорт классный. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого сорта. Ну, а в моих условиях Санки Садроуз показал себя просто с самой лучшей стороны. Перед вами Ян Минуэт. Как всегда, сначала описание сорта от селекционера. Ян Минуэт, селекционер Пуминова. Крупные светло-розовые махровые звезды с малиновой волнистой каемкой. Зеленые стеганые листья. Если почитать отзывы об этом сорте на форумах, очень часто можно прочитать, как восхитительные отзывы по плану. А, какая красота! Самый лучший, самый любимый! До того, что я избавилась от этого сорта, меня он не устраивает и так далее. Как бы противоречивые, очень противоречивые отзывы об этом сорте. Я считаю, что в моем личном понимании и в том, как я собирала свою коллекцию, нужно попробовать самому и принять решение. Да, действительно нравится, да, действительно не нравится. И здесь нельзя сказать, что одни говорят правду, другие говорят неправду. Сорт обладает определенными особенностями. Эти особенности я сейчас вам расскажу. Первая особенность сорта, как правило, на стеллажном освещении фиалка поднимает руки вверх. В нее вот такая вот, да, немножко рыхлая розетка, листья подняты. Тут надо еще сильно постараться, чтобы у фиалки выросла ровная черепичная розеточка. Это очень многие, очень многие обращают на это внимание, поэтому я сразу говорю. Но, но, цветы этого сорта, это вот цветение зимнее, первый цветочек. Я с позорным первым цветочком. Но дело не в этом. Дело в том, что сорт обладает каким-то таким вот притягательным, абсолютно необыкновенным. Вот, я не знаю, как это вот передать словами, но то, что когда он цветет, он просто завораживает. И много таких сортов. Я знаю, что вот этот краб и вот эта вот розовинка, много таких сортов. Но вот сам цветок, вот я не знаю. Вот у меня такое впечатление, что он как бы заколдовывает. И все. Когда их много, это, конечно, я же говорю, первое цветение. Поэтому просто хочу показать вам, вдруг вы у кого-то в коллекции увидите этот сорт. Я думаю, что нужно брать, пробовать, вырастить и самому принять решение. Потому что я этот сорт люблю. И почему я так говорю? Потому что у меня подруга, которая очень строго отбирает все фиалки. У нее вот так, чуть что не так себя повела. Руки немножко вверх, розетка не такая. Она сразу, все, она избавляется от сорта, не жалеет и так далее. Этот сорт, она в него вцепилась с мертвой хваткой. Поэтому я даже была удивлена, когда она сказала, что ей этот сорт понравился. Что я уже была готова к тому, что этот сорт пойдет вот так вот, все, сортируется. И она скажет, что не хочу. Нет, оно у нее зацвел и цветет. И вот именно, говорит, вот среди всех, да, немножко розетка такая. Поднимает ручки вверх и немножко она рыхловато. Но эти цветы, вот как я. Поэтому не читайте отзывы, не обращайте внимания на плохие комментарии. Возьмите, попробуйте сами. Потому что сорт обладает таким вот необыкновенным энергетическим каким-то зарядом, который просто, ну, он подкупает своей такой красотой и простотой и своей воздушностью. Потому что цветы очень воздушные. И я почему снимаю, потому что у нас еще есть там, видно, что еще бутончики будут. Вот, да, розеточка небольшая, не очень много листьев, а это уже цветочек. И потом следующий. И надо было бы ей дать немножко отдохнуть, да, вот немножко, чтобы она нарастила листву. Ну, сорт такой, что ему обрываешь, он опять начинает цвести. Это просто молодая розетка. У меня есть постарше девочка. Вот, ну, зацвела я быстро вам показываю. Потому что идет весна, идет желание что-то приобрести. И сорт Ян Винет очень достаточно распространенный и, опять же, противоречивый. Он такой, что он либо вызывает восхищение, либо вызывает полное. Нет, а он перехваленный. Ну, это как на душу, да, как вот к вам придет этот сорт. Потому что здесь угадать нельзя. И нельзя полагаться на чужое мнение. Нужно брать и пробовать. Это, конечно, мое мнение по поводу этого сорта. Конечно, очень красивый сорт. Мне очень нравится. Дефирамбы пою. Потому что, ну, в моем вкусе, в моем понимании с сортом я очень довольна. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого сорта. Хотелось бы, чтобы вы как-то вот, да, отозвались, поделились своим опытом. Как он у вас растет, как он у вас цветет. В моих условиях сорт классный, нравится. И спасибо за просмотр. Красивых цветов. Хорошего настроения. До новых встреч. До свидания. Мой канал. Перед вами «Волшебные сны» Макуни. Для начала, как всегда, описание сорта. Голубые, волнистые, полумахровые цветы с более светлой каймой на хороших стоячих цветоносах. Обильное цветение. Электричная розетка светло-зеленых листьев. Обильное цветение. Отзывы, которые я читала на форумах об этом сорте, только положительные. Все девочки, которые обладают этим сортом, хвалят. Очень бы хотелось услышать ваше мнение по поводу этого сорта. В моих условиях сорт всегда зацветал. Третья розетка. Зацветал он очень быстро, очень рано. И компактная розетка абсолютно компактного размера. Вы видите, какая. Абсолютно красивый, классный сорт. Со всеми преимуществами сортовой фиалки. Конечно, сорт уже достаточно древний. Это 2002-2003 год. Я так не нашла точно даты, когда он был зарегистрирован, так сказать. Преимущество этого сорта. Это крепкие стоячие цветоносы. Очень крупные цветы. По сравнению с моей рукой видно, какой размер цветка. Необыкновенная расцветка. Венозная расцветка сорта. Которая придает ему очень красивый такой шарм. Потому что венозные рисунки, они, как правило, с возрастом, с годами немножко теряются. У этого сорта с этим вообще никаких проблем нет. Он вот так вот расцветает. Видно, да, какая венозность на цветоносце. Вот. И когда отцветает, все равно венозность остается. Вот такие лепестки. Просто прожилками такими. Такими. Вот еще один. Это уже совсем отцветающий. И видно, что по нему вот эти прожилки сохраняются. И он цветет, цветет и цветет. Вот такой вот красивый, с шапочкой цветов. Тем более, сейчас у нас зима. Хотя и стеллажное освещение. И с учетом всех нюансов выращивания фиалок на стеллаже. С учетом того, что фиалочка все-таки молодая. Такая красивая шапочка. Это, конечно, класс. Понравился мне сорт. Нравится. Хочу его дальше в моих условиях. Он меня устраивает. Люблю голубые цветы. Именно у фиалок. Ну и вообще голубые цветы. Поэтому сортом довольно нравится. Волшебные сны Макуни. Красивый голубой цвет. Даже вот такой вот он. Очень голубой, как для фиалки. Интересно попробовать его вырастить на естественном освещении. Буду летом выставлять на окна. Хочу проверить именно этот сорт. Как он поведет себя на естественном освещении. Мне все-таки кажется, что вот эта венозность на естественном освещении будет более ярко выраженная. Конечно, это в планах. Но сейчас видите, какая красота. Нравится мне этот сорт. Еще раз скажу, что нравится, потому что да, это такой вот красавец. Красивый, нежный цвет. Нежные цветы. Очень-очень красиво смотрится на фоне всех остальных. Вот он такой вот классный. Сорт называется «Райские кущи». Необычное название. Очень легкий в уходе сорт пестролистный, который вот меня впервые зацвел. Розетка молодая, компактная, хорошо сформировалась. Меня попросили показывать и розетки тоже. Но это молодая розеточка. Один из самых неприхотливых пестролистных сортов. Он очень легко размножается. Очень быстро растет. Просто очарование с обаянием. Вот у кого есть сорт «Рози Раффлс», это чем-то похоже на нее, но при этом у него еще пестролистная розетка. Сорт нравится тем, что он, вот цветоносы стоят, да, видно. Цветоносы стоят, держатся. Цветочки не очень крупные, но это сразу идет. Очень много бутонов на одном цветоносе. Очень много. Просто даже если посчитать, это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если я посчитала цветочком на одном цветоносе. И этих цветоносов у меня вот сейчас выползает четыре штучки. То есть молодое растение вот сходу дало вот такую красоту. Довольно, очень нравится. Я рекомендую начинающим любителям пестролистных сортов. Сорт, конечно, достаточно древний, но я думаю, что все равно встречающийся вот в коллекциях. Если вы увидите, покупайте, берите, учитесь выращивать пестролистники. И на этом сорте сто процентов научитесь и убедитесь, что они не такие капризные, как вот все думают. Перед вами сорт ТЗ Закат. Очень красивые, яркие коралловые звезды. Махровые, полумахровые. Вот имеют такую необычную особенность по мере роста. Края лепестков по мере распуска цветка светлеют и к центру сгущается такой коралловый цвет, насыщенный более становится. Очень интересный сорт, очень быстро растет. Вот просто очень хорошо он размножается, легко укореняется. Просто такой торопится, торопится, торопится зацвести, показаться какой он красивый. Всегда шапочка, всегда много цветочков. Это вот у меня остался один цветок от шапочного цветения. Хочу вам показать, потому что уже отцвел. Сейчас немножко у нас сорта. Конечно, есть то, что сорт любит естественное освещение и лучше всего зацветает и растет и формируется на естественном освещении. Правило, на стеллажах руки поднимаются вверх, листья поднимаются. Но так, не совсем. Но тоже на стеллаже зацветает ярко. И, в принципе, я заметила за ним такую особенность, что он и на стеллаже, и на естественном освещении зацветает одинаково. Цветы не выгорают, не светлеют просто так от того, что, допустим, яркое освещение на улице. И если вы его поставите на южное окно и будете летом притенять, он вам за это скажет спасибо. Потому что при ярком южном освещении сорт формирует плоскую красивую розетку. Так что можно попробовать вырастить его в таких условиях. Конечно же, условия у всех разные. Было бы интересно узнать, какие у вас мнения об этом сорте. В моих условиях сорт понравился, мне подошел. Я его прощаю за его немножко такое стойство поднимать руки вверх. Мне даже это плюс, потому что сорт занимает мало места. Поэтому в этом случае сорту, можно сказать, как и недостаток, так и плюс этого сорта. То, что у него немножко поднимается розеточка вверх. Конечно же, сорт легко размножается. Сразу много цветочков. Быстро зацветает. Долго цветет. Сортом довольна. Перед вами Яка Белая Королева. Очень огромные цветы. Белые, пушистые, махровые. Такие просто огроменные цветы. Очень крупные. Очень красиво. Долго держится. Вот для цветов белых. Она у меня свела уже. Ну, где-то около двух месяцев. Вот она вот цветет. То цветают одни, другие зацветают. Вот, конечно, уже пришло время. Немножко пожелтели. Но сейчас еще я не прикрыла окно. И на нее попало солнце. Немножко прижило цветы. Вот такая красавица. Белая Королева. И, в принципе, размер цветка не зависит от их количества. Потому что я сейчас вам покажу. Я собиралась снимать. Вот она уже отцвела. Потому что она долго-долго цветет. И вот это вот такое количество цветов. Вот просто. И объем, размер. И это все. Вы можете себе представить. Было на этой розетке. В огромном количестве. То есть, это самый красивый из белосветковых сортов. Это я могу сделать такой вывод. Потому что просто очень красивые, пушистые, воздушные цветы. И долго держатся. Просто сорт, конечно, просто шикарный. Классный сорт. Я не знаю, конечно, как он у вас. Было бы интересно почитать ваши отзывы. Но мне сорт ЕК Белая Королева очень нравится. Несмотря на немножко большеватую розетку. Из-за этих красивенных, огроменных цветов. И вы видели, да? Какое количество их было. Но не успела. Я немножко снять. Хотя, конечно, хотела вам показать такую шапку. Она цветет. Она цветла все лето. Вот это сейчас осень. И осенью зацвела. То есть, просто вот еще идет бутон. Да? Идет бутон. И она раскрывается, раскрывается. Цветет. Старается. Просто. Сорт, конечно, красивый, классный. Довольно на все 100%. Сорт буду держать в коллекции. Буду оставлять. Потому что это один из самых красивых белоцветковых сортов, которые я видела. Благодарный. Просто благодарный. И цветет, и растет, и все, все, все при ней нравится сортом. Довольно в моих условиях. Меня устраивает на все 100%. Перед вами РС Брусничный сироп. Такие яркие, красивые звезды. Нежно. Такого кремового, нежно-брусничного цвета. Очень подходящий под название. Сорт очень обильно, ярко цветет, красиво зацветает. Розеточка достаточно компактная, что немаловажно. Когда у нас много фиалочек, размер розеточки имеет достаточно большое значение. В данном случае РС Брусничный сироп имеет очень компактную розетку. Красивые цветы. Просто классные. Такие необычные, классные, красивые. Напечатки. Очень выделяется среди других фиалочек. Своей такой необычностью. Таким ярким, красивым цветом. И очень вкусным названием. Если у вас есть опыт вращивания этого сорта. Очень хотелось бы, чтобы вы поделились с нами в комментариях. Своими впечатлениями о том, как он у вас растет. Как зацветает. Как он долго держится. Насколько в ваших условиях сохраняется цветение. Потому что у меня сорт цветет очень долго. Уже где-то больше полутора месяцев. И мы еще держимся и распускаемся. Вот еще новые цветочки, новые звезды идут. Мы все цветем, цветем и нам все нравится. Очень такой вот классный, красивый сортик. Перед вами сорт Ян Белые наливы. Очень красивые нютки. С зеленым краем. За счет того, что листья оказались немножко волнистые, цветок получился более кудрявым по краю. Если лист у вас будет плоский, к примеру, этого сорта, то нютка получится обыкновенная, простая. Ну, скажем так, не такая кудрявая. Сортом очень довольна. Потому что даже в жару мы закладывали бутоны летом. Сорт зацвел все как положено, с цветением, с зелененьким. Правило от повышения температуры зеленца на фиалках пропадает. Но этот сорт сохранил свои сортовые качества. И летом, цветя практически все лето, по одному, по два цветоноса. Сейчас у меня получилась такая небольшая шапочка. Сорт компактный, можно сказать полумини. Он не очень крупный и это добавляет этому сорту плюсов. Вот розетка компактная, очень аккуратная. Ничего нигде не выпирает, хорошо растет. Листочки складываются друг к другу. Цветочки вроде бы как не сильно такие очень выделяющиеся. Но их много. И они вот своей зеленцой, которая их очень украшает, очень красиво смотрятся. Перед вами сорт жемчужный зефир. Очень крупные, очень массивные цветы с розовым центром. Розетка достаточно крупная. Ну, как всегда у нас у фиалочек есть. Если крупные цветы, как правило, розетки крупные. Но я бы не сказала, что очень крупные. В данном исполнении фиалка в первом цветении выдала раз, два, три цветоноса. Вот идет еще четвертый у нас собирается. Так что сорт легкий в уходе. Абсолютно никаких к нему нет ни претензий. Он растет достаточно быстро. Классный перед вами сорт Элье Царство Клевера. Данная розетка процвела все лето, всю жару. И при этом цветочки сохранили свою зеленцу. Абсолютно ничего с ними не случилось. Достаточно долго цветущий, долго играющий сорт. Красивая, очень красивая пистролиста. Бело-розовая и компактная достаточно розетка. Красиво, элегантно смотрится на подоконнике. Выгодно выделяясь среди других фиалок своей необычностью и своей красивой листвой. Перед вами чудо моей коллекции. И я думаю многие со мной согласятся. Чудо селекции. Этот сорт называется Стрелец Элит. Невообразимой окраски. Цветы с такими пятнами. Розовыми, фиолетовые, махровые звезды. Просто необычной своей красотой они поражают. Как я думаю радовались селекционеры, когда у них зацвела и повторилась вот такая красота. Это просто вообще видно прям звездное небо. Просто такие они необычные. Эти цветочки это один из первых моих сортов фантазийных. И как правило он практически не дает спорта. Очень красивый. Пышно цветущий. Быстро зацветает. Ярко растет. Красиво смотрит. Украсят любую коллекцию. Будет шикарно смотреться на любом подоконнике. Выгодно выделяться среди других растений. Это сорт шедевр. Перед вами сорт любимая дочка. Как всегда, для начала описание сорта. Селекционер Маккуни. Крульные светло-сиреневые цветы с тонкой темно-фиолетовой каймой. Темно-зеленые листва. Обильное цветение. Стандарт. Этот сорт уже, можно сказать, это классика, древняя-древняя классика фиалок. Это одни из самых первых сортов, которые были выведены еще в советское время селекционерами Маккуни. И, конечно же, как и у любого коллекционера, да, селекционера-коллекционера фиалок, есть и фиалки, с которых все начиналось. У меня начиналось это все с любимой дочки, с рози Рафа, с костяной фантазией, с фады Даним. Вот эти сорта, которые я покупала на выставке в далеком 2003 году. И пыталась с ними подружиться. И это те сорта, которые у меня в моих условиях, с моей, так сказать, не очень опытной руки, они у меня прижились и растут, цветут и радуют по сей день. К сожалению, любимую дочку я не смогла сохранить. Это уже повторный экземпляр. Я когда увидела в коллекции у Лизы, моей уже подруги, сейчас мы дружим, нашла у нее в коллекции эту любимую дочку, я радовалась, хлопала в ладоши, ура, есть этот сорт. Хотя он, в принципе, очень хорошо им широко распространен, но вот как-то не все и не всегда этот сорт почему-то оставляют. Ну, как-то вот, наверное, просто из-за того, что, ну, кажется, что что-то может новее быть, что-то лучше. Ну, в принципе, я люблю именно любимую дочку из-за того, что она всегда цветет и шапочное цветение. Сейчас у меня после омоложения это показываю вам для истории, потому что интересно посмотреть, что будет дальше. Иногда даже удивляешься, что, о, так цвела красиво, или, о, а сейчас лучше цветет. Поэтому это именно цветение для истории я хочу вам показать, вот как она сейчас цветет, и, конечно же, потом показать вам, какая она будет красивая с шапочкой цветов. И когда я увидела ее вот у Лизы в коллекции, я, конечно, несказанно обрадовалась, как вроде, знаете, как старого доброго друга встретила. Вот, и поэтому у меня вот к любимой дочке очень такое трепетное отношение, и я ее просто люблю, потому что это очень хороший сорт. Хотя это не моя цветовая гамма, так сказать, я, ну, как бы немножко прохладно отношусь вот именно к таким сиреневым цветам, но любимая дочка меня любит, и я ее люблю, потому что, ну, она вот такая классная, красивая, и это ретро, это наша история, это ретросорт, и это, скажем так, это наша история, наши воспоминания, те воспоминания, которые вот вспоминаешь, когда ты первый раз пришел на выставку фиалок, и такой, ааа, боже, какая красота, боже, сколько цветов, и берешь, хватаешь, все, что видишь, потому что все же такое красивое, поэтому это, вот это вот у меня ассоциация с любимой дочкой, это такой сорт, который меня вдохновляет, радует, и я очень его люблю, очень мне нравится. Хотя вот если посчитаете на форумах, посмотрите, многие девочки не очень его любят, другие им очень нравятся, поэтому, если вы начинающий любитель фиалок, и вы не гонитесь за таким вот всяким, скажем так, выпендрежем, потому что есть очень красивые фиалки, но они очень капризные, и как бы, чтобы научиться, и проняться вот этим вот, да, фиалочным делом, можно попробовать для разнообразия, попробовать вырастить любимую дочку, а она, я думаю, что отблагодарит вас за заботу, за ваши труды, потому что этот сорт очень отзывчивый, он на уход вообще просто, и укореняется, и растет, и деток дает, всегда цветет, и это годами проверенный сорт, который растет, цветет, радует девочек в коллекциях, и очень часто я видела фотографии, конечно, очень красивых сортов, очень красивых фиалок, но зная, какие они в жизни, я, знаете, как думаю, ну, лучше вы себе такое счастье оставьте, потому что для меня важна фиалка, это ее отдача, да, вот как бы, чтобы она цвела, радовала, и если вдруг какое-то там заболевание, чтобы можно было с фиалкой договориться, чтобы можно было ее вылечить, и как бы вот это вот, ну, такое требование у меня лично к самим фиалочкам. Моя дочка, конечно, в этом, она стоит в первых рядах, потому что она очень хорошо растет, красиво цветет, радует своим цветением, радует своей красотой, и как бы вот она очень устойчива к заболеваниям, и даже спустя ремонт, даже спустя годы, и спустя ошибки, и неправильный уход, и перелив, и залив, и все, что угодно, выдержал этот сорт у меня, и я, к сожалению, уже говорила, что я потеряла этот сорт, и вот недавно, не так давно его, себя, так сказать, восстановила, возобновила сотрудничество, и, как, знаете, как вроде встретила старую подругу, старого знакомого, и решила все-таки любимую дочку себе еще развести, и я не жалею об этом, потому что сорт любимая дочка, селекционер Макуни, очень красивые, достаточно крупные цветы, представляете, это ретро сорт, это еще 90-х годов сорт, вот, да, и какой он, какие цветы, какой размер, это сейчас мы уже разбалованы, что у нас фиалки все такие, мордатые, пузатые, а это в то время, конечно, красивый сорт, мне нравится, если у вас есть свои отзывы, свое мнение об этом сорте, приглашаю с нами поделиться, я думаю, что многим будет очень интересно почитать, когда человек собирает свою коллекцию, он, конечно же, проверяет, что же говорят об этом сорте другие, и в условиях сорт показал себя очень хорошо, очень нравится, и укореняется, и растет, и развивается, и фиалочки крепенькие, цветоносики, все в порядке, с любимой дочкой, мне этот сорт нравится, буду его содержать, держать, хранить, потому что это мое воспоминание, мои первые фиалки, и сорта, которые мне помогли научиться выращивать фиалочки, перед вами сорт вам саншайн, селекция сарана, да, для начала описание сорта, махровые и полумахровые звезды, с лимонно-желтыми мазками, темно-зеленый глянцевый лист, стандарт, этот сорт 2010 года, и, конечно же, перед вами первое цветение этого сорта, фиалка, и я, честно говоря, от него такого не ожидала, потому что, ну, совсем желтый, как бы, дело в том, что цвет, вот цвет, вот вы сейчас видите фиалку, вот это желтый цвет, это не фотошоп, не какие-нибудь там, вот, дорисовки, вот как есть, так я вам его и показываю, цвет, конечно, для фиалки совершенно удивительный, и я многие сорта выращивала, именно вот желтоцветковые, и то, что я от них ожидала, не всегда повторялось, не всегда оправдывалось, и, несмотря на мои немножко спартанские условия, этот сорт уже в стартере, маленькая совсем розеточка, маленькая фиалочка, она зацвела, вот как есть, вот как вы видите, все по сорту, все с желтеньким, на стеллаже, никакого естественного освещения ей и не пахло, и она все равно зацвела, вот очень красиво, я посмотрела, что пишут на форумах, на форумах хвалят, и хвалят заслуженно, во-первых, сорт имеет очень красивую, необычную окраску, очень красивые, вот цветочки такие, они напоминают так вот, как форму жасмина, вот такая вот красота, красота, и еще раз красота, вот какой вот он красивенький цветочек, очень долго цветет, это я могу вам сказать точно, потому что я еще месяц назад собиралась ее снять, и я думаю, ну я все не успеваю, не успеваю снять, снять не дождется, нет, таки дождалась, и как я уже всегда говорю, да, вот особенности ухода, сейчас у нас зима, я стараюсь немножко не сильно, много поливать фиалки, то есть они у меня достаточно хорошо просушиваются между поливами, и иногда даже переслушиваются, и все равно вот этот определенный недолив не навредил абсолютно именно самой фиалке, и совершенно замечательно она продолжала цвести, дождалась того момента, когда я уже вам ее покажу, и уберу этот цветонос, оставлю ее отдыхать, дело в том, что фиалочки цветут, когда фиалочки вот так вот распускаются, ботанизируются, они всегда пьют чуть больше воды, чем остальные фиалки, допустим, которые не цветут или просто растут, вот поэтому, тоже вот такой момент, когда мы немножко недополиваем, цветы быстрее, скажем так, вянуты, быстрее отцветают, у этого сорта я вообще не заметила такой особенности, и очень мне понравилось то, что он абсолютно хорошо перенес некую пересушку, капитальную пересушку, и цветы не сбросил, потому что есть сорта, которые от недополива сбрасывают просто бутоны, и не хотят больше вообще цвести, пока не наберут новое, этот же сорт, молодец, мне понравился вам, саншайн, очень красивый, классный, мне, что вы и сами видите, какой красивый цвет, какая красивая раскраска, я жду от этого сорта шапочное цветение, сейчас это все будет наращиваться листва, буду за ним танцевать, ухаживать, потому что такую красоту нужно побольше полюбить, и, так сказать, уделить ей больше внимания, так, вот этот такой сорт, Warm Sunshine, если у вас есть этот сорт, пожалуйста, напишите в комментариях, как он вам нравится, какие особенности может есть, ну, я, в принципе, особенностей никаких не увидела в этом сорте, очень красиво, темная листва очень оттеняет, именно вот эту вот желтизну, это, опять же, повторюсь, это первое цветение, первые цветы, сорт оказался очень долгоцветущим, хотя многие говорят, что желтоцветковый цветут не так долго, но этот сорт, поверьте мне, если посчитать, то это уже второй месяц держится, цветонос держится, второй месяц, я думаю, что для фиалки это очень много, особенно в условиях, которые я говорила, о том, что я и пересушиваю, и сейчас не зима, и стеллажное освещение, и все-все-все вместе взятое, поэтому сортом Warm Sunshine в своих условиях очень довольна, и если вы гоняетесь за желтоцветковыми сортами, если вы увидели, все надо хватать и бежать, потому что сорт очень красивый, и я думаю, что вы в нем не разочаруетесь, конечно же, позже ожидаю от него шапочного цветения, создам условия, и, конечно же, вам постараюсь его показать уже в полной красоте, с огромным количеством цветов, перед вами фиалка Ness Cranberry Lace, это начало цветения этого замечательного сорта, сначала, как всегда, описание селекционера, крупные, махровые, как гвоздика, клюкино-фуксиевые цветы, с прерыву с пыльистой, тонкой белой каймой, средне-зеленые, зубчатые листья, стандарт, компактная розетка, сам формирует красивую розетку, очень аккуратное растение, в среднем цветы этого сорта достигают 6-7 сантиметров, в принципе, для фиалки это является крупными цветами, видно, какая красивая расцветка, и как много, какое пышное цветение, я сейчас вам покажу поближе, это только-только начала она распускаться, вот еще куча бутонов, сорт обильно цветущий и долго цветущий, он такой любитель подцвести, любитель такой, знаете, поддержать цветочки, очень мне понравился этот сорт, хотя я очень часто покупаю сорта, по принципу, да, ну пусть будет, и допустим, как бы, ну пускай растет, пускай будет, и очень часто такие сорта, к которым ты так относишься, ну, пускай будет и такая расцветка, да, очень часто сорта, к которым вот такое вот отношение у меня, да, когда я покупаю, видя не в живую растение, а на картинке, я потом очень радуюсь тому, что растение намного красивее, легче, что растение намного интереснее и красивее, нежели, допустим, на фотографии, этот сорт как раз-таки и соответствует именно тому, что я и хочу сказать, да, что сорт красивее в жизни, нежели на фотографии, очень красивые махровые, густо набитые цветы, очень красивая кайма, у меня летом зацветал, он практически заплыл, и, ну, такой вот он, более температура зависимый, вот в плане каемки, но цвет, цвет сохраняется, остается и в жару, и вот как ему хочется, вот он растет, и сейчас вам покажу розетку, розетка очень красивая, яркие зеленые листья, и яркая такая вот листва, очень красивая, мне сорт очень понравился, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого сорта, ведь условия у нас у всех разные, я думаю, что многим было бы интересно почитать отзывы об этом сорте, Нес Крэнбери Лейс, очень красивый, яркий цвет, красивая кайма, он у меня вообще размножался, рос как просто вот не в себя, такой любитель, очень хорошо подавать деток, очень хорошо поукореняться, очень хорошо повториться, в общем-то сортом, очень довольна, мне нравится вот это сочетание листвы, сочетание цвета, и листвы, и цветов, все вместе, очень красивое сочетание, нравится мне этот сорт, Нес Крэнбери Лейс, перед вами оптимара Май Дарлин, такие красивые, достаточно крупные анютки, с ярким, синим центром, который немножко расплывается к краям лепестков, цветочков очень много, так как многие из вас знают, оптимары очень мобильные, очень много цветут, вот такая вот красота, оптимара Май Дарлин, конечно, сорт мне очень понравился, легко разводится, легко растет, как и многие из оптимар, очень красивый, очень яркий цвет, такая необычная, яркая, красивая, нарядная оптимара, листья имеют, немножко красную окраску, вот такая, оптимара имеет, красную изнанку, такая вот она, очень красивые цветы, классные, яркие, долго цветет, всегда долго цветет, цветы держатся, легко переставляются, абсолютно, можно поставить на окошечке, к момент зацветания, вот как вот сейчас, она у меня расцветала на окне, а я ее где-то неделю назад, поставила на стол, и она вот потихоньку, по мере роста, распуска, распускается, растет, и себя нормально чувствует, цветы держатся, не жухнут, так что этот сорт, который очень хорошо выдерживает транспортировку, это самый большой плюс, именно сортов оптимар, очень такая она, абсолютно, 100% транспортабельная, легко растет, легко развивается, сортом довольна, этот сорт оптимара, My Darling, мне очень нравится, конечно же, условия у нас у всех разные, если у вас есть отзывы о этом сорте, было бы интересно почитать, поделитесь с нами своим опытом выращивания этого сорта, ну а в моих условиях, оптимара My Darling, показала себя с лучшей стороны, сорт понравился, растет, цветет, развивается, все с ним замечательно, все красиво, сортом довольна, перед вами Рейнин Бьюти, вот такие красивые, очень яркие, с темно-синие, с зеленой каемочкой, цветочки, звезды махровые, полумахровые, очень красивый цвет, просто шикарный, глубокий, насыщенный, яркий, и эта вот каемочка, эта рюшастость, украшают очень эти цветочки, они такие красивые, яркие, и просто, 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 просто огромный, огромный плюс этому сорту, потому что он всегда хорошо растет, очень классно размножается, без каких-либо вопросов, просто всегда много деток, очень любит укореняться, размножаться, так что сорт очень подходит новичкам, потому что он легко размножается, и быстро растет, рано зацветает, сразу формирует такую розетку, Розетка, конечно, не сильно маловатая, такая компания немножко показывает, и мы уже отцветаем, но успеваю показать. Ну, розетка, конечно, такая крупноватая в моих условиях, конечно, как я всегда и говорила, и говорю. Условия у всех разные, поэтому очень интересно почитать ваши отзывы по поводу этого сорта. Сорта очень красивые листья, такие вот волнистые. Вот смотрите, какой красивый листочек, очень красивая такая волнистая листва. Листва, как правило, говорит о том, что будет вот такой вот очень рюшастый край у цветочка, ну, такая особенность у фиалочек. Поэтому, когда волнистые листья, готовьтесь к рюшастым цветочкам. Этим сортом очень довольна, в моих условиях растет просто классно. Такой красивый цвет, нарядный, яркий. Все вот в этой фиалочке гармонично сочетается, но такая вот и строгая, и строгая одновременно. Поэтому сортом довольна. Сорт буду выращивать дальше. Перед вами Роузи Рафлс. Очень красивый сорт, который я очень обожаю, за его решастость, непрерывность цветения, и вообще его качество как фиалки. Потому что это очень старый сорт фиалочки, и он за столько лет меня радует, 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 растет, цветет, развивается. Все при этой фиалке. Это вступление. Ну, а сейчас, как всегда, описание селекционера. Роузи Рафлс, селекционер Харрингтон. Простые или полумахровые светло-фуксиевые звезды со светлым гофрированным краем. Средне-зеленая, стеганая, волнистая, опушенная листва в виде сердечек. Стандарт. На форумах и на разных сайтах вы можете увидеть различные расцветки этого сорта. Она умеет высветляться практически до белого с розовой каемочкой. Вот так вот получается свести. При этом появляется еще зеленца вверху лепестков. Конечно, это очень красивый сорт. И я вообще-то им восхищаюсь уже очень давно. Потому что сорт у меня пережил практически все. Она пережила у меня и ремонт. Ну, не эта розетка конкретно, а именно вот сам сорт. И ремонт, и пыль, и недолив. И я на нем училась выращивать. И сколько ему лет. Столько лет он у меня растет. Очень давно покупала этот сорт. И эта фиалка у меня в коллекции. Я уже не знаю. Ну, лет 10 это точно. Есть различные варианты цветения. Есть яркие, насыщенные. Такие просто, ну вот как фуксиевые цвета. Именно вот как в описании. И при этом могут быть светлые листья. Есть яркие такие темные зеленые листья. И яркая фиалочка. Именно вот эта вот такая вот звезда. Бывает вот как сейчас вот практически белая с немножко розовым краешком. А бывает просто светло-розовая и без розового. То есть она такая, как хочу, так и цвету. Но сорт уникально плодовитый. У нее столько всегда деток. Я не знаю. Такое количество, что когда ее начинаешь размножать, укоренять, потом не знаешь, куда эту роззи-рафл задевать. Я говорю роззи, я как пишу, так и говорю. Потому что у меня, когда я начинаю роззи, потом вот это вот выводишь на английском неправильно. Поэтому немножко такое вот, уже как привыкла, так и говорю про себя. Вот так и говорю вам. Вот роззи-рафл, правильно сказать, да, название сорта. Очень красивые цветы. Классная вообще листва. Зеленая-зеленая с таким вот. Видно, да, какая она красивая. Слегка опушенная. И вот это все. Роззетка у этого сорта, ну, бывает по-разному. У меня бывает и компактная, и бывает крупноватая. Но в этом исполнении она сейчас, этот сорт у меня стоит на фитиле. Я ее немножко пересаживала, омолаживала. Я пересаживала, я ее омолаживала. И она не такая, не очень крупная. Но, как правило, она немножко больше, где-то вот так вот вырастает. Ну, сантиметра два больше. Особенно на фитиле. Легко переносит фитильный полив. Легко переносит жару. Легко переносит любые издевательства над собой. Я на них... Вот у меня... Я что проверяю, это у меня Рози Рафлз, Костина Фантазия и еще пару сортов, таких как Ксюша, брусничный сироп. Вот на этих сортах я проверяю все нововведения. Фитиль. Значит, кто идет на фитил? Рози Рафлз. Новое удобрение. Кто у нас идет на проверку? Рози Рафлз. Это у меня такая лошадка испытательная. Поэтому я ее бесконечно люблю. Очень благодарна этому сорту. Она всегда помогает мне дарить подарки своим клиентам. Потому что сорт плодовитый, всегда много. И как дело, за ним такую вот абсолютно неприхотливость. Для меня это, можно сказать, как вот, да, есть сорта промышленные. Вот для меня Рози Рафлз это промышленный сорт, это классика сортовых фиалок, которые переносят и транспортировку, и небольшие колебания температуры, и устойчивость к болезням. И сколько лет она уже в мире цветов, и все равно пользуется их спросами, популярностью, и сохраняется в коллекциях. Это очень важно. Потому что сорт реально стойкий, живущий и выносливый. Я этот сорт всегда рекомендую новичкам. Условия у всех у нас разные, и, скажем так, разные предпочтения. И хотелось бы услышать и ваше мнение по поводу этого сорта. Потому что в моем понимании это самый легкий и простой сорт в уходе, который я вообще выращивала и выращиваю. Это Рози Рафлз. Это моя путеводная звезда, потому что благодаря этому сорту и еще нескольким десяткам у меня, скажем так, получилось научиться выращивать фиалки. И они меня так зацепили, так крепко за фиалки, что я до сих пор не могу остановиться. И продолжаю любить и выращивать фиалочки. Именно благодаря тому, что я начинала вот с этих сортов. Красивый сорт, очень живучий, очень плодовитый. Красиво цветет шапочка. Это первое цветение. Ну что ж, будет шапка, обязательно вам покажу. Похвастаюсь красивый, замечательный сорт. Рози Рафлз. Перед вами очень интересный сорт. Называется Сэнкс Балонс. Этот сорт отличается необычной формой цветка. Вот такого вот, как колокольчик. Но он был более закрытый. Сейчас уже цветочек отцветает. И поэтому немножко такой, да, разоткрылся. Потому что когда он свел, получилась вот такая вот звезда полностью выгнутая. И это вот такое вот чудо. Вот так вот он у меня и отвалился. Так что, это готовится стать вот такой звездой. Ну а в начале цветения сорт был полностью как шарик надутый. Завязанный вот здесь вот таким вот узелком. У него так все пережато. Очень классный. Просто такой вот для любителей, конечно, такой вот необычности. Потому что сорт такой вот просто совсем необычный. Еще по одной причине. Потому что у него удлиненные листва. Еще эта листва имеет пестролистность. То есть, это пестролистная лонгифолия. Так называемая фиала, которая очень редко встречается. Такая листва. И есть отдельные вот сорта, которые имеют вот удлиненную листву. Она достаточно сложная и редко передается. Но все равно есть такие классные сорта, как вот этот. Ценкс баллонс. Такой баллон. Классная вообще. Такое вот чудо чудесное. Сорт очень сложно сфотографировать и снять. Потому что он просто не хочет фокусироваться именно на самом цветке. Ему не хватает контраста. Я даже вот уже и замучилась снимать. Стараюсь вам показать. А он не хочет показать вот этот цветочек. Немножко зеленые такие лепесточки на нем. Ну вот не хочет. Аппарат вообще отказывается работать с этим сортом. Классный сорт. Нравится. Сенс баллонс. Переду.